Всем привет, дорогие зрители! С вами Мистер Шпилкис, и мы продолжаем охотиться в игре The Hunter Call of the Wild. И сегодня в этом видео мы с вами посмотрим на новое платное дополнение под названием Отель Сафари Сасика. Это трофейный дом, друзья, но не совсем обычный трофейный дом. Он очень отличается от привычного нам трофейного дома, который есть в нашей игре. Вот небольшой кусочек из описания этого контента от разработчиков. Пришло время продемонстрировать миру ваше охотничье достижение. Отель Сафари Сасика с его экзотической обстановкой станет прекрасным домом для ваших одиночных трофеев и групповых композиций. Здесь также будет прекрасно смотреться ваше оружие на декоративных подставках. Вы сможете украсить комнаты дома своими трофеями в память о ваших победах и захватывающих моментах охоты. Вы также можете дополнить их подставками или собрать несколько трофеев в единую группу. Возможность выбирать позы позволит вам обставить все комнаты в соответствии с собственным планом, будь то построенная вокруг одного-единственного животного сцена или групповая композиция. Приглашайте к себе друзей, чтобы похвастаться своей коллекцией. Если одного дома окажется недостаточно, вы всегда можете завести еще один. Друзья, я на самом деле уже побывал в этом доме и хочу сказать, что эффект вау, да, он производит первый раз. Очень классный, классный, интересный домик. Давайте мы, наверное, прямо сейчас в него отправимся, но не все так просто. На самом деле я решил совместить трофейную охоту, рубрику «Трофейная охота» и обставку, да, заполнение вот этого нового трофейного дома. Как это будет выглядеть? Мы с вами сейчас отправляемся в дом, его посмотрим, посмотрим, как он выглядит, посмотрим, какие новшества в нем появились, новые введения. И далее вернемся с вами в долину Югона на Аляске, потому что именно здесь, именно в этом заказнике у нас еще с вами осталась трофейная охота. Мы здесь с вами еще не охотились, не добывали трофеи, ну в смысле я имею в виду в рубрике «Трофейная охота». И немножко поохотимся здесь. Но, друзья, сразу вам скажу, что чтобы обставить этот новый трофейный дом, в игре нужно будет проводить, мне кажется, просто бесконечное количество времени, потому что денег там нужно, друзья, уйма, нереальная уйма. Сейчас мы все с вами увидим. Смотрите, для того, чтобы попасть в трофейный дом, что вам нужно сделать? Вам нужно зайти в меню игры, выбрать «Дома для трофеев», и здесь, друзья, у вас вот этого трофейного дома не будет. То есть я вам на примере поместья Spring Creek покажу, что вам нужно будет сделать. Вам нужно будет выбрать трофейный дом Safari Sassica и нажать «Создать дом». Я просто вам показал на примере поместья, потому что я уже этот дом создал. Если вы хотите еще один дом, например, если вдруг вам будет мало, пожалуйста, нажали. Если вы насоздавали кучу домов, и они вам мешают, вы можете с легкостью его удалить. Но, друзья, не забудьте забрать оттуда все трофеи. Я вам тоже покажу, как это можно быстро делать. Не обязательно посещать каждый дом. Достаточно находиться просто в трофейном доме, чтобы забрать оттуда трофей. Вот такое здесь появление. Мы появляемся не внутри дома, а снаружи. И я уже был обрадовался. Подумал, что меня смогут отсюда выпустить, погулять, побродить. Нет, не смогут, друзья. Мы с вами здесь зажаты. Ну, естественно, это маленькая локация, которая со всех сторон закрыта растительностью. Но это находится где-то в Африке, друзья. Где понять сложно, где-то в Африке. И весь дом оформлен точно так же в африканском стиле. Ну что ж, давайте начнем нашу экскурсию, друзья. Она будет не быстрой, потому что здесь есть на что посмотреть. Встречают нас вот такие интересные статуи в африканском стиле. Это, видимо, у нас женщина. Ну, а это, конечно же, мужчинка такой африканский. С копьем и щитом. А женщине почему-то ничего не досталось, кроме животика, по-моему. По-моему, вроде как даже беременна. Так, ну что ж, смотрим. Вот такие вот вентиляторы. Они здесь везде и всюду. Друзья, я вам покажу максимум всех деталей. Поэтому те, кто пришел посмотреть охоту, просто, ну, промотайте немножко вперед. А может быть, и множко. Я не знаю, сколько мы с вами здесь проведем времени. Периодически на стенах появляются вот такие вот композиции из тарелок каких-то. Ну что ж, давайте по порядку начнем. Здесь у нас встречает большой зал. Стоит бильярд, есть небольшой бар. В холодильнике, кстати, друзья, есть напитки. Напиток интересный. Я думаю, что он всем знаком, но, видимо, разработчики игры не хотят там проблем с авторским правом. И напиток этот называется Spirit. Но мы все прекрасно понимаем, о чем идет речь. Дальше, смотрите, попутно вам буду рассказывать свои наблюдения. У нас появилось три режима. То есть режим просмотра, можете видеть, мы сейчас. Далее у нас появляется режим исследователь, если нажать на клавишу V. И если еще раз нажать, у нас появляется режим редактирования. То есть мы можем добавлять трофеи. И, друзья, посмотрите на количество просто досок на стенах, досок, ну, платформ на полу. Неправильно я выразился, а не доски платформы. Очень-очень много всего. Давайте мы сейчас пройдемся в этом направлении, немножко посмотрим. Практически у каждой комнаты, друзья, есть выход на улицу. Можно там походить, посмотреть. Вот так вот открывается дверь. И можете спокойно вокруг дома побегать. Ну, в пределах, опять же, этой маленькой локации. Вроде бы в описании что-то сказано про то, что можно добавлять таблички или постаменты. Не знаю, друзья, пока я еще с этим не разбирался. Я буквально походил здесь минут пять, поглазел. Честно говоря, впечатление производит. Вот такая простота, казалось бы, да? Все такое простенькое, какой-то простенький ремонт. Но, друзья, масштабы у этого дома гигантские. Есть области, в которых нет ни подставок, ни пластин, ни постаментов, ничего. Есть просто вот такие вот уютные какие-то места в этом доме, где можно посидеть у костра, посмотреть, можно уединиться там. На самом деле, все это похоже, очень похоже на гостевой домик с юга. Вот кто был на юге, я думаю, что узнали вот в этом во всем такое вот оформление. Ну, недаром он называется отель. Пройдя по улице, мы с вами входим в очередной зал большой. Давайте смотрим, оценим, сколько у нас будет в итоге табличек. Табличек будет немало, друзья. И вот такие вот интересные стойки есть, на которые можно вешать оружие. Я ни разу этого не делал, поэтому делаю сейчас впервые вместе с вами. Вот так это выглядит. Можно четко развесить прям... А, смотрите, то есть оно просто дублируется, получается, да? Да, и причем это имеет такой, скорее, исключительно декоративный эффект, потому что, как я понимаю, стволов в итоге можно напихать одинаковых, ну, просто сколько хочешь. Ммм, гауча магнум. Классный, классный. Ну, в принципе, интересно, друзья. Я не пробовал размещать стволы, но выглядит неплохо. Как минимум, будет дополнять здесь все вот это вот убранство в будущем. Давайте мы с вами посмотрим... А, кстати, смотрите, сюда можно повесить, да? А, ну-ка. Ммм, вот так это выглядит. Но здесь, друзья, вы знаете, здесь прям место напрашивается. Вот прям напрашивается. Сейчас вы, я думаю, меня поддержите. Вот. Симпатично, симпатично. В итоге довольно будет интересно все это выглядеть. Давайте выйдем из режима редактирования и войдем в режим исследователя. Смотрите, у нас появляется вот такая вот информация. Можно посмотреть, сколько произведено выстрелов, сколько убийств. Ну, как-то странно, убийств. С переводом здесь, конечно, не очень, потому что, ну, друзья, охотники не убивают, охотники добывают. Нормальные охотники, правильные. Ну, что ж, возвращаемся в режим редактирования. Будем дальше оценивать здесь, сколько у нас всего. Ммм, смотрите, а здесь... Да, 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 она здесь была и куда-то исчезла, но появилась. Хорошо. Потому что на этих постаментах, друзья, можно создавать целые диорамы, целые сцены с несколькими животными. Причем есть уже непосредственно заготовки с этими сценами. Сейчас я вам все это тоже покажу. Давайте немножко ускоримся. Вот такая вот тоже стоечка есть. Сюда, мне кажется, тоже будет очень интересно и атмосферно смотреться. Арбалет. Давайте какой-нибудь Dark Star. Ммм, черная звезда. Ну, неплохо. Вот если мы выйдем полностью, войдем только в режим просмотра, у нас не будет вот этих помигиваний, не будет контуров, не будет звука. И будет просто красивый, интересный интерьер в итоге, когда все это заполнится чучелами. Ну что ж, продолжим. Только в режиме редактирования. Где-то здесь еще есть комната оружейная, друзья. И там вот этих красных, не знаю, как назвать постаментов, красных табличек, пластинок, вот этих вот. Их очень много. Это явно не она, но давайте тоже быстренько ее осмотрим. Очень много, друзья. Очень много. И очень много денег у вас этот травейный дом будет высасывать. Поэтому сразу приготовьтесь к этому. Вот оружейная. Ну, я ее так назвал сам от себя. Может быть, она и не оружейная, но здесь слишком много. Подставок для оружия, скорее всего, да. Что-то такое. Здесь можно, видимо, создавать очень интересные композиции из оружия. Так, мы с вами пришли оттуда. Прошли по кругу туда, вернулись сюда, вышли в главный зал. Давайте сейчас посмотрим вот эту комнату. Но это не комната, это опять же выход вот сюда к огонечку. Интересно еще, как это все будет смотреться вечером. Потому что, ну, должно быть очень классно. Я думаю, здесь будет подсветка приятная такая. Можем, кстати, перемотать и посмотреть. Но, друзья, пока не будем. Чуточку попозже. Здесь бассейн, но я уже проверил. Поплавать в нем, к сожалению, нельзя. Душ принять тоже нельзя. Поэтому здесь просто очередное такое место. Просто атмосферное, интересное. И здесь, опять же, смотрите, можно перейти в любую комнату по улице. Давайте мы это сейчас и сделаем. Войдем в еще один зал, который мы осмотрели. Это, по-видимому, столовая. Потому что здесь длинный стол. Много стульев. Несколько вот таких постаментов. В общем и целом, друзья, ну, мне лично нравится этот трофейный дом больше. Поместье Спринг Крик. Поместье Спринг Крик, конечно, оно стильное, классное такое. Прям вот чувствуется там что-то такое европейское. Строгий стиль. Но здесь, друзья, именно вот эта вот африканская нотка такая. Не то чтобы нотка, а прям здесь конкретный африканский мотив. Очень круто выглядит. Классно. Здесь у нас снова, смотрите, очень много постаментов. Именно на полу. Вот это самый главный постамент, как я понимаю, да? Потому что посмотрите, как он расположен. Интересно. В общем, вот такой он этот трофейный дом. Действительно немаленький. Далее давайте я вам покажу, что еще новенького появилось. Ну, по крайней мере, что мне удалось выяснить за те 10 минут, которые я готовился к этой серии. Так, смотрим. Управление трофеями. Значит, во-первых, чтобы забрать свой трофей из любого трофейного дома, друзья, просто ищите его в этом списке. В закладке управления трофеями вы будете вот так вот крутить этот список. Можете мышкой, можете колесиком. В общем, не суть важна. И вот здесь, где написано местонахождение, вот здесь, друзья, в этой области, будет написано, в каком трофейном доме он находится. И если вы нажмете на трофей, вы сможете его забрать. Вот таким образом. Но забрать, конечно же, из того трофейного дома мне сейчас забирать неоткуда. Я специально забрал все свои трофеи, чтобы мы с вами хоть что-то в этой серии могли разместить. Потому что здесь есть еще один нюансик в плане размещения и в плане ваших расходов. Вот у меня сейчас почти 30 тысяч, да, без 7 местных рублей. Смотрите. Значит, мало того, что создание, в принципе, трофея, да, стоит очень и очень дорого. Например, у нас есть сохраненные трофеи Бурый Медведь. Чучело из Бурого Медведя стоит почти 6 тысяч. Например, если мы с вами выберем лося, мы заплатим за него 7 200. За волка, например, или за буйвола мы заплатим еще больше, там, 7 900 или 7 600, что-то такое. В общем, довольно дорого. В принципе, вообще, содержание трофейного дома, друзья, это очень дорогое удовольствие. И это надо понимать. То есть, если вы покупаете это DLC в надежде, что, ну, я не знаю, вы получите какой-то там супернезабываемый опыт, например, как от того же штуцера, да, винтовки, то, друзья, здесь нужно будет именно на этот трофейный дом работать. Работать и работать, фармить на утках, не на утках, в общем. Нужно будет фармить и выискивать красивых животных. Что ж, продолжаем. И у нас, смотрите, у нас появилась интересная закладочка композиций из чучел от МатМат. Давайте посмотрим, что здесь есть. А здесь, друзья, очередные расходы. Но расходы эти, они максимально приятные. Честно вам скажу, я, когда это увидел, я, честно, загорелся. Загорелся создать вот это все. Значит, смотрите, у нас есть готовые композиции. Королевская кровь, допустим, называется композиция. Для него, видимо, платформа, да, скорее всего, псилосопхия. Короче, ладно, не суть. Видимо, это обозначение платформы, то есть нужно огромное. И что для этого нужно? То есть требование нам нужен самец льва и львица. И есть кнопочка начать сборку. Честно, я этого ни разу не делал. Но вы знаете, для такого классного, для такой классной, точнее, композиции, я бы попробовал на самом деле. Так, только вот вопрос. Давайте сейчас посмотрим. То есть мы выбираем. Дальше. Нажимаем начать сборку. Далее мы с вами, видимо, выбираем львицу. А, льва выбираем. Давайте посмотрим, есть ли у нас лев поинтереснее. Нет. И выбираем. А, вот следующий трофей. Выбираем львицу. Закончить сборку. Вот, смотрите, то есть это еще не установка на платформу, но за 6800 нам предлагают уже готовую композицию. Подождите, подождите, спешить не будем. Давайте отсюда выйдем, посмотрим, какие же более интересные есть композиции. Композиция из белохвостых оленей, вот такая вот. Ну, смотрится неплохо, согласитесь. Ммм, какие красавчики, посмотрите, а. Сами продаются отдельно, называется. Слушайте, и названия классные, душевные, прям очень душевные. Вместе теплее. Но на эту композицию у меня не хватает одной лани самца. Это интересно. Ммм, рысь обыкновенная, рысь обыкновенная. То есть две рыси нам нужно, чтобы создать вот такую интересную композицию. Так, посмотрим. Друзья, здесь есть самая дорогая и самая, на мой взгляд, крутая композиция. Вот это. Посмотрите, нам не хватает всего лишь самочки льва. Чтобы сделать вот эту бомбезную, просто невероятно крутейшую композицию. Так вот. Собственно, по поводу денег, да. Здесь, смотрите. Создание композиции, друзья, стоит денег. Плюс сами чучело. То есть вот это 8000, вот это, вот это, вот это. То есть, понимаете, вот эта композиция вам обойдется, ну, ни много, ни мало. В совокупности, ну, где-то там 1040, наверное, там, что-то около того. В общем, в принципе, для тех, кто не знает, чем еще заняться в игре, это, ну, очень классное расширение контента, я считаю. Давайте посмотрим Зайчий отряд. Вот такая вот композиция. Не хватает на белохвостых зайчиков. Вообще много, много интересных композиций здесь. И есть одна очень прикольная. Я сейчас вам постараюсь ее найти. Такие вот гризли, кстати, мы можем ее купить, эту композицию. Мы обязательно все это сделаем. Как минимум одну композицию какую-нибудь классную мы с вами создадим обязательно. На что у нас хватит денег и хватит трофеев. Ммм, смотрите, лиса, друзья, лиса залетела прям в стайку уточек, которые отдыхали, видимо, на земле. Нет, это не лиса, это койот. Да, это койот. Как же классно, друзья, посмотрите, как это выглядит годно. Действительно годно, красиво. Где-то есть прям очень классное. Я сейчас постараюсь вам найти ее. Конечно, со львом и буйволом это прям крутяк. Но вот это, друзья, вот это. Посмотрите, насколько это классно. Прям Голливуд. Согласитесь, вот прям Голливуд. Вот это выглядит очень годно. Очень симпатично. Причем, по-моему, у самой композиции тоже можно менять позы. То есть не факт, что вы остановитесь на такой позе. Позы меняются даже, по-моему, внутри одной композиции. Так, ну что ж, друзья. Вроде бы все, что я хотел вам рассказать, я рассказал. Давайте мы с вами вернемся в долину Юкона и немного поохотимся там. Подобываем животных не только ради трофеев, но и ради денежек в том числе. Если будут какие-то интересные мне попадаться животные. Ну, а так, конечно же, поищем еще, например, может быть, волков. Вот. А может быть, друзья, поохотимся немножко в долине Юкона. И, может быть, с вами и до Африки доберемся, чтобы как минимум одну львицу там постараться добыть, которая нужна нам для очень-очень крутой композиции. Предлагаю открыть счет в нашей трофейной охоте, друзья, добычей степного бизона. Удалось найти вот такую тройку. Шел по следу. Друзья, ну, мне кажется, или четверки, или пятерки. По-моему, пятерки, потому что вес показывала у меня до 1200. Я не помню, точнее, не то, что не помню, я не знаю, какой вес у пятерки. Шел по этому следу довольно долго. Непонятно в итоге, куда след делся. Он как-то оборвался, и все. Оборвался и закончился. А у нас с вами есть сейчас возможность, так скажем, размочить счет. И давайте мы постараемся не упустить свой шанс, потому что шанс наш потихонечку уходит, убегает. Причем делает это он максимально неудобно. Скорее всего, сейчас он уже бежит к нам спиной. И будет довольно сложно его добыть, но мы попробуем. И обязательно смотрим по сторонам. Держим, как говорится, ухо востро за тем, чтобы вдруг увидеть пятерку. Значит, смотрите. Вот он наш трофей. Выстрел. Проверяем. Да, попадание в легкое определенное есть, но, друзья, будет потеря бонуса, потому что медленная кровопотеря, медленно падает здоровье, от этого, соответственно, будет падение бонуса. Но не страшно. Это все же тройка. Мы посмотрим, как он там выглядит, интересный, неинтересный, и подумаем, сохранять его или сделать из него чучело. Но, друзья, конечно же, чучел направо и налево мы с вами не наделаем. На маи-то 29 тысяч местных рубчиков. Явно мы с вами не разгонимся в этом плане. Так, а ну-ка, внимательно, друзья, не спешим. У нас тут переполошилось стадо местное. Давайте посмотрим самочка. Я все на самом деле надеюсь эту пятерочку где-то рассмотреть. Так, снова самочка. Самочка. Что-то пока никак. Так, ты тоже самочка. Я вернул подсветку следов, подсветку контура. В общем, все повозвращал, что у нас обычно с вами было раньше. Потому что мы с вами сейчас не в хардкорной охоте, а в хардкорной охоте, друзья. Мы обязательно еще с вами побываем. Так, где ты? А ну смотрим на тебя. Какой ты там красавчик? А какой у тебя вес для начала? Где твой вес? Вот, почти 800 килограмм. Но я явно шел не по твоему следу. Смотрите, бонус быстрого убийства, конечно же, у нас с вами падает. Потому что и угол попадания очень-очень плохой. Ну, в смысле, очень такой неудобный для легкого. Желательно стрелять вот так вот животному в легкое. Ну, можно вот так. Там, например, вот так. Но сейчас я стрелял уже вот так. То есть совсем-совсем под острым углом. Но ничего. Как денежки, он нам, конечно же, подойдет. Ну что же, отправляемся на поиски следующих трофеев. Друзья, не так далеко заметил стадо Карибу. Я думаю, что мы сейчас, наверное, несколько самцов из этого стада постараемся добыть. Там есть четверочки, есть троечки. Посмотрим, какой из них будет поинтереснее именно для чучела. Давайте рассмотрим для начала эти трофеи. Вот они стоят. Красавчики. Причем практически одни самцы, что интересно. Тройка, четверка. Вот это очень интересный образец. Не сказал бы, что у него прям какие-то очень-очень красивые рога. Но, друзья, четверочка. Четверочка всегда хороший трофей. Я думаю, мы сейчас подпустим, наверное, как-то более-менее для комфортного выстрела. Я не собираюсь их манить, наверное, впритык. Посмотрим сейчас. Выберем кого-нибудь. Кстати, смотрите-ка. А вот и троечка подошла. Ммм, заманчиво, заманчиво. Тогда давайте вот как поступим. Давайте подманим еще поближе. И попробуем сделать дабл. Если получится. Но троечка, боюсь, сейчас подойдет прям совсем вплотную. Заметит меня и убежит. Возможно, мы сейчас прям с вами и сделаем этот самый дабл. Это у нас четверка, да? Да. Остановится? Если остановится. Так, стоп. Ну да. Я на самом деле не посмотрел, кто где был. Ладно. Не беда. А мы сейчас с вами приманим обратно. Я думаю, что обязательно они придут. Не будем спешить сейчас подбирать трофей. Приманим. И добудем еще. Ну, как минимум, хотел бы я еще одного самца добыть. Потому что все же, друзья, очень-очень нужны деньги. Для нашего нового трофейного дома. Потихонечку возвращаются олени. Давайте сейчас рассмотрим, кто где. Спозиционируемся для более-менее классного выстрела. Так. Вот она, эта тройка. Заманчиво-заманчиво. Что мы с вами можем успеть сделать? Ну, теоретически, можно попробовать сделать дабл. Сейчас... Сейчас попробуем. Значит, вот этого мы берем с вами с открытого прицела. Потом разворачиваемся. И берем тройку. Ох, тяжеловато это будет сделать. Но я попробую. Так, нет-нет-нет. Надо не спешить. Нужно себя спозиционировать максимально правильно. Чтобы не промахнуться. А он, посмотрите, он прям... Он знает, где прятаться, чтобы подпортить мне всю мою задумку. Ну ладно, ничего. В принципе, тройка. А где тройка? Тройка, вот он. Возле четверки. Хорошо. Так, смотрите, все. Ммм, да. Не получится, конечно. Я, конечно, могу попробовать. Сейчас посмотрим. Да, кровопотери есть. Он тоже упадет. И здесь у нас тоже смертельное ранение. В принципе, ну, дабл получился такой. Немножко с опозданием. Хотел я все это дело сделать побыстрее. Но получилось прям чуть-чуть с опозданием. Ничего страшного. У нас с вами три трофея буквально за какие-то 10 минут. Я думаю, что это хороший результат. Давайте сейчас все их соберем и продолжим нашу охоту. Я чучело делать не буду. Только единственное посмотрю на четверочку. Если он достаточно красивый, интересный, из него мы с вами сделаем чучело. Давайте оценим красоту этого трофея. И примем решение, делать из него чучело или нет. Ну, вы знаете, скорее всего, нет. Я вот смотрю на эти рога. Хлипенькие такие, хиленькие рожки. Мне кажется, ничего особенного, наверное. Ну, я не уверен. Не уверен точно. Но, друзья, давайте возьмем просто ради денег. У нас получается трофейная охота без трофеев. Ну, ничего страшного. Я думаю, что кого-нибудь мы сегодня обязательно в чучело превратим. Подбираем последний трофей. И, друзья, отправляемся дальше. Этот трофей тоже обычный, совершенно обычный проходняк. Хотя, вы знаете, у этого рожки, ну, на мой взгляд, поинтереснее. А ну, что со счетом? Да, счет выше. Счет выше, чем у предыдущего. То есть в тройке счет рогов выше, чем у четверки. Интересно. Но бонус быстро убийства упал. Поэтому только лишь серебро. Хотя, мне кажется, что до золота вряд ли мы бы дотянули. А ну, какой был выстрел? Да, выстрел был довольно сложный. Практически параллельно стреляли. Но ничего. Пойдет и такой трофей. Ради денег, друзья, пойдут любые трофеи. Что ж, отправляемся дальше. Лесные угодья у переправы, друзья. Такая знакомая локация. Столько времени мы с вами здесь провели. И, как известно, здесь очень много медведей и гризли. Достаточно много каменушек. Каменушки, в принципе, распространены довольно повсеместно. Но, друзья, и здесь в том числе можно очень-очень годно охотиться на каменушек. Я вам напоминаю, что на данный момент, по моему мнению, это лучший фарм в игре. Поэтому, друзья, не забывайте об этом. Особенно с выходом вот этого нового DLC, нового трофейного дома. Друзья, денег сейчас нужно будет в два раза больше, чем нужно было бы, допустим, на первый трофейный дом. Потому что здесь еще появились некие сцены с множеством животных. Поэтому не забывайте про каменушек. Обязательно периодически заглядывайте сюда. С пяти утра можете начинать и перемещаться между местами. Я уже не один раз это все показывал. А у нас впереди с вами где-то ревет самочка-медведя. Но впереди у нас есть вот такой вот самец и вот такой самец. Вот такие вот два самца. И мы сейчас, друзья, обязательно кого-нибудь из них. А может быть и двоих. Я очень на это надеюсь, будем с вами добывать. Давайте еще немного сблизимся. Расстояние довольно большое. Оно позволяет нам еще чуть-чуть сблизиться с этим медведем. Но внимательно смотрим, друзья, внимательно смотрим за тем, кто здесь ревет. Потому что нападение, друзья, оно здесь происходит сплошь и рядом. Я уже слышу, что потопывает где-то. Самочка. Это возможно, возможно и не одна. Давайте мы сейчас посмотрим на расстояние. 250 метров. Друзья, это внушительное расстояние, чтобы делать выстрел. Можно сделать, конечно, необдуманный выстрел. Почему я, собственно, так переживаю? Потому что, друзья, у меня нет навыка пристрелка. Я ради хардкорной охоты его выключил. Ну, точнее, я его не выключил, я его сбросил. Перекачал навыки, не учитывая этот навык. Так, внимание, внимание, друзья. Тихо. Производим выстрел. Это у нас шестерочка. Опасно. Смотрите. Смотрите, не испугался. Друзья, ну, раз не испугался, я думаю, что... Мы с вами можем попытаться добыть и его. Да, отлично попадание есть, друзья. Хорошее попадание. Проводим взглядом его. И я думаю, что прямо сейчас, да, все, он упал. Он упал наверняка. Ну что ж, давайте посмотрим на... Да, и кариба у нас точно так же стоит на месте. Отлично, друзья. Хорошая у нас с вами охота получится в этой серии, но я охочу сейчас даже по большей части из-за денег. Я очень хотел бы создать хотя бы парочку интересных сцен. И, друзья, я думаю, что мы с вами обязательно наведаемся в Африку в этой серии, потому что уж очень мне хочется создать ту крутую сцену с буйволом. Причем, что мне не хватает всего лишь одного трофея. Ммм, золото, друзья. Шестерка на золото. Ох, сколько я помню охотился за этим золотым медведем в свое время. Я думаю, вы тоже это помните. Довольно интересное задание. Ох, сколько нервов было потрачено. Так, внимательно. Торопиться не будем, потому что где-то кто-то здесь бегал. Нападет, заберем. Ну, не нападет, тоже заберем, если увидим. Вот так вот. Так, давайте сейчас посмотрим на карибу. Расстояние, я думаю, что уже нам позволит его добыть. Я думаю, что уже метров 150 должно быть до него примерно. Да, так и есть. Выстрел. Да, 50-75. Все, потеря. Потеря здоровья пошла довольно-таки внушительно и быстро. Хотя... Хмм. Слушайте, а что с полимером? Что стало с полимером? Черт, выбери. Или расстояние в 150 метров, это уже проблема? Ммм. Даже как-то странно. Мне казалось, побыстрее они должны падать. Ладно, сейчас пойдем обязательно посмотрим. Так, внимание. Ммм. Как минимум, несколько трофеев там есть. Точнее, несколько животных. Давайте мы сейчас с вами где-то притаимся. И попробуем рассмотреть, какие у нас там есть сложности. Нас устроят, в принципе, любые самцы. Нам главное их просто немножко пободрить, чтобы они начали движение в нашу сторону. И там уже будет более-менее видно. Так, мне показалось, или был глухой топот где-то прям совсем рядом со мной? Показаться здесь не может. Ладно, будем держать. Ушки на макушке, говорит Стакс, смотрим. Выходят у нас первые. Первые красавчики. Сейчас будем смотреть, оценивать. Воу, друзья, а там посмотрите, какая красота. Пятерочка. Ну, это надо брать. Друзья, это надо брать. Это хищники. А хищники, во-первых, и стоят дороже. Ну, во-вторых, это медведь, друзья. Медведь всегда классный, интересный трофей. Но мы до конца с вами все же рассмотрим, потому что вот это кто? Давай-давай, покажись, покажись. Есть такая хитрость. Вы на самом деле можете биноклем вперед-назад и нажимать постоянно на клавишу Е. И, в принципе, есть шанс, что подсветится трофей. Так, стоп, надо прятаться. Я что-то выполз на просмотр. Давайте мы, наверное, заодно с вами поманим и медведя. Пятерочка куда-то там пропал. Так, смотрим. Вот ты кто? А, ты тоже самка-двойка. Все. Ты неинтересный. Так, тогда. На самом деле вот здесь работа для лука. Просто 15 минут, друзья. 10-15 минут. И вы получите, ну, тысяч пять-восемь, я думаю, точно. Так, ну что? Смотрим, где наша пятерка. Пошел ли он в нашу сторону? Слушайте, самочка даже и ухом не повела. А, стоп, пятерка там стоит. Где и стоял, в общем-то, да? Да, и причем он на монок-то среагировал. Это хорошо. Давайте мы продолжим приманивать его. Да, на самом деле жаль, что нет лука. Я бы и добыл бы это стадо. Очень-очень нужны деньги. Причем вы заметили, что вот в этих сценах, где есть множество животных, там также есть и самки. Значит, игра, в принципе, не возражает. Если вы будете добывать самок, в том числе. Слушайте, а там медведи-то... Сколько же там медведей, вы только посмотрите. Но целюсь я не из того оружия. Надо целиться из того. Так, хорошо. Он потихонечку подходит. Я думаю, что сейчас мы что-нибудь придумаем обязательно. Маскировочка пропала, да? Ну, надеюсь. Надеюсь, что он не такой глазастый. Так, вот он. Отлично, все. Попадание есть. Кровопотеря быстрая. Запоминаем. Значит, один медведь там, Карибу, где-то тоже в тех краях. А нам с вами вот здесь нужно найти нашего подранка. По-моему, здесь где-то. Сейчас постараемся найти... Да, вот оно, кровавое пятно. А вот и подраночек уже впереди лежит. Забираем и отправляемся подбираем остальные трофеи. Ну, все-таки посмотрим на него, конечно же. Что за выстрел получился? Угу. То есть в лопаточку я все-таки попал, да? Ну да, не мудрено, потому что расстояние было сколько? 211 метров. Я брал чуточку повыше. Хотя, наверное, не стоило этого делать. Да, все-таки видите, как без перестрелки тяжело? Ну, мне, по крайней мере. Кому-то из вас, наверное, довольно легко. Так, забираем. Да, я вижу, кажется. Нет. Нет, вижу, вижу. И рядом карибы лежат, друзья. Очень удобно, очень классно. Они прямо лежат четко рядом друг с другом. Сейчас мы их заберем и отправимся с вами на поиски следующих животных. Много здесь по кустам всякого разного шороха. Нужно это сейчас учитывать. Потому что одно, когда шуршат карибу. И совсем другое, когда шуршат, друзья, медведи. Эти могут и напасть. Слушайте, а вот это уже красавчик. Оцените. Причем 1% падения бонуса. Один, друзья. Все-таки игра меня ткнула так слегка пальчиком в спину. На тебе. 1% я заберу. Слушайте, а вот этого мы давайте сохраним. Пока не будем торопиться делать чучело, но просто сохраним. Красивый трофей на самом деле. Очень красивая рога. Так, смотрим. Ну, здесь абсолютно обычный самец. Причем попадание хорошее получилось. У нас тут и кишечник, и желудок. Да, неплохо. Печень точнее. Так, тихо-тихо-тихо. Какое-то шуршание. Если медведь, то мы заберем. Нет, это не медведь. Друзья, медведей на самом деле здесь очень много. Я сейчас вам просто это покажу. Вот, смотрите. Вот там впереди стоит самочка. Прямо где-то вот здесь она стояла. И может... Тихо. Внимание. Сейчас. Сейчас. Медведь покажет вам все сам, я думаю. Ну, скорее всего, это самка топочет, я думаю. Потому что... Вроде бы я здесь бинокль других не видел. Но кто его знает. Не исключено, что может быть какой-то самец сюда зашел. Но как минимум я видел еще двух-трех медведей, пока бежал подбирать трофеи. Но все были самки. Сейчас мы просто так вот взглянем, так скажем, одним глазком. И пойдем с вами дальше, если ничего интересного не предвидится. М-м-м. М-м-м. Да, нападения не будет. Там у нас лось, друзья. Он сам к нам пришел. Какая удача. Я вот сейчас хожу и думаю, где бы мне классного лося взять. Потому что на Аляске как-то, ну, вообще не так, как в Лейтон-Лейке. Далеко не так. Здесь встретить лося, друзья, это, можно сказать, удача. Кричал он где-то в той стороне, поэтому давайте мы сейчас немного сместимся, потому что у нас ветер. Дует не так, как хотелось бы. И может запросто задуть лосю в нос. Так, смотрим. Он уже где-то, где-то совсем рядом. Да, вот он. Ну, это такой простенький, да, лось. Хиленький. Назовем его так. Троечка, да. Ничего, в общем-то, особенного, но... Выставим вам сердце, друзья. Мы его с вами заберем. Ничего особенного, но денежки нужны. Да, сердце и одно легкое. Неплохо, неплохо. Тысяча, друзья, тысяча на троечке лося зарабатывается вот так вот очень быстро и очень просто. Что ж, давайте еще поищем каких-нибудь животных, еще зарабатываем немножко денежек, а если повезет, найдем классный красивый трофей. А вот кого действительно в достатке в этом заказнике, так это, пожалуй, карибу. Практически везде можно встретить небольшие стада, ну и одиночно стоящих. Животных тоже можно найти. Например, вот здесь у нас с вами впереди стоит на водопое самец карибу-четверочка. Неплохой экземплярчик. Здесь бегут еще карибу, потому что я видел это стадо, пока здесь ходил, выслеживал. Но сейчас я бы хотел, конечно, добыть вот ту четверку. Давайте посмотрим, какое расстояние до него. Расстояние 150 метров. Я думаю, что мы сейчас с вами, наверное, вот отсюда произведем этот выстрел. Так, карибу. Вы не наглые, нет? Не обнаглели? Хорошо, я думаю, что стрелять мы будем сейчас в шейный отдел позвоночника, в основание черепа. Посмотрим, что из этого получится. Вы знаете, даже, наверное, для верности давайте-ка мы прицельчик возьмем получше. Чтобы прям наверняка. Да, все. Отлично. Быстро, удобно. Очень хорошая поза, друзья. Я рекомендую с такой позы либо стрелять в сердце, потому что тоже будет довольно просто попасть, когда животное поднимает голову. Либо стрелять вот так вот в основание черепа, ну или непосредственно в мозг и голову, но лучше стрелять, друзья, в основание черепа. У меня даже есть такая небольшая присказка на эту тему. Если вы промахнетесь, вы попадете в мозг. Если вы промахнетесь, вы попадете в шейный отдел позвоночника. То есть при любом раскладе, друзья, вы куда-то попадете, стреляя именно в это место. Так, очень, кстати, нам повезло, что получилось до него добраться. Здесь у нас что? Здесь у нас мозг. Череп, мозг. Если бы, смотрите, чуть выше пошло, у нас с вами бы, скорее всего, задело бы позвоночник. Ошейный позвоночник, как известно, остался без изменений при переделке всего остального позвоночника. Так, ну, вы знаете, интересно, сохранить сможем? Сохранить сможем. Давайте сохраним. Пригодится. Симпатично смотрится. Так, ну что ж, поищем еще каких-нибудь интересных животных. Вот, собственно, о чем я вам и говорил. Немного я прошел, буквально метров сто, и, пожалуйста, очередной карибу. Вот он. Красавец, и, в принципе, он вполне в доступности, поэтому, да, нужно только подходящего момента. И не спешить с выстрелом. А подходящий момент сам по себе уже настал. Отлично. Что ж, подберем его, друзья. Посмотрим, что у нас там с деньгами. И, может быть, отправимся с вами за самым долгожданным трофеем в этой серии, друзья. Нам нужна львица. Очень-очень нужна. Посмотрим, на что нам еще хватит денег, потому что трофеев-то, в принципе, у нас с вами предостаточно. Так, а что-то где-то промелькнуло. Нет, скорее всего, след, да, промелькнул, я думаю. Ладно. Забираем наш трофей, смотрим, как он выглядит, сохраняем, наверное, скорее всего, потому что он неплох, мне кажется. Можно сохранить его, как минимум. А, смотрите, то есть сохранить мы не можем. Угу. Ну, не можем, и ладно. Ничего страшного, жалеть не будем. Если что, все же это карибу, друзья. Мы с вами его всегда и везде сможем найти без каких-либо проблем. И, конечно же, друзья, будучи на Аляске, я никак не мог обойти стороной Тиконский лес. Волчий лес, друзья, его второе название. И уже я здесь видел стаю волков. Очень надеюсь, что мы сейчас как-то с ними сблизимся. Хотя, вы знаете, мне кажется, здесь как минимум две стаи волков. А как мы с вами помним, не так давно в хардкорной охоте, друзья, это была супер серия на Аляске. Столько нападений волков, друзья, и такой крутой охоты на волков я уже давно не помню. Обязательно всем рекомендую. Найдите в плейлисте «Хардкорная охота» эту серию и обязательно посмотрите ее. Крутейшая была охота на волков. Очень много трофеев. В основном практически все были волки. Так, ну вы знаете, друзья, какая проблема. Я вот здесь, так скажем, бой не принимал еще никогда. Не то чтобы я боюсь, но здесь будет это все гораздо сложнее. Так, смотрите, на той стороне где-то есть предупреждение. Но, друзья, что-то мне подсказывает, что где-то рядом есть волки, потому что всегда вот это ощущение. Вот они, они впереди, друзья, они впереди. Будет ли нападение, вот в чем вопрос. Вообще, на самом деле, хотелось бы, если честно. Я, собственно, за этим сюда и пришел. За порцией адреналинчика прям совсем чуть-чуть. Так, хорошо, давайте пробежимся немного. Вдруг на нас кто-нибудь все-таки решит напасть, потому что волков здесь, ну, немало, я вам скажу, немало. Как минимум две стаи, потому что одну стаю я видел уходящей непосредственно в сам сгоревший лес. И здесь, получается, где-то рядом бегает еще одна. Пробежался немного, друзья, никто на меня не напал, но впереди, посмотрите, целая стайка классных, классных волков. Ну что ж, давайте потихонечку, наверное, начнем сближаться, но заигрываться не стоит, потому что напасть они могут. Вот, и это для меня, конечно же, лучший расклад, если бы они напали, мы бы сразу с вами, ну, добыли довольно много трофеев. Худший расклад, если мы сейчас кого-нибудь одного добудем и остальные разбегутся. Это будет уже расклад гораздо худший. Но, друзья, нам особо некуда деваться, нам нужно добывать. Иначе рискуем вообще всех трофеев потерять, всех упустить. Так, попадание есть, отлично. И теперь надежда. Надежда все-таки, друзья, на то, что кто-нибудь из них решится напасть. Так, очень странно. А, все, пошло, пошло, здоровье падать пошло, хорошо. М-м-м, семерочка, смотрите-ка. Ну, знаете, мне кажется, вот так вот постепенно мы сейчас с вами все-таки, все-таки добудем их. Так, упал, еще один упал, хорошо, еще один. Ай, жесть, перезарядка! Вот это я, да, не рассчитал патрончики. Хорошо, но ничего страшного, я думаю, что мы с вами сейчас добудем. Стоп-стоп-стоп-стоп, сердцебиение, все, все сбилось. Мне нужно отдохнуть. Вы знаете, стая волков, друзья, это существенная прибавка к нашим с вами денежкам. Так, ну что, всю стаю получается, да? Хотел сказать стадо, нет, конечно же, стая. Слушайте, ну здорово, очень здорово. Не зря я заглянул все-таки сюда. Мы волков добываем вообще, никогда не делим. Самец-самка обязательно берем всех. Потому что охота на волков как минимум интереснее, чем охота здесь вообще на кого-либо. Лично, по крайней мере, для меня. Особенно, когда они нападают. Вот там, друзья, настоящий челлендж начинается. Так, ну что ж, давайте посмотрим, где мы с вами взяли первый трофей. А, где мы его взяли? Он убежал. Взяли-то мы его вот здесь, но он побежал. Хотя пятна внушительные. Вот он, лежит уже. Хорошо, сейчас я заберу вот этот трофей. Посмотрим, кто такой. Интересный или не очень. Сохранить жалко нельзя и чучело. Да, вы знаете, интересная ситуация. Вот хочется чучело сделать, но жаба душит. Ладно, давайте вот этого возьмем. Если что, выберем, может быть, там и самочек. Или, по-моему, там еще вроде бы был у нас семерочка. Посмотрите, друзья, сколько трофеев в одном месте. Как удачно получилось у нас с вами поохотиться на эту стаю волков. Прям все аккуратненько лежат рядышком друг с другом. Собирать такие трофеи, конечно же, одно удовольствие. Что ж, давайте сейчас посмотрим, какие здесь у нас с вами получились. Интересные или неинтересные трофеи. Эта нет, там у нас лисичка кричит четверка, я ее видел. На нее у меня, кстати, оружие есть, если что. Может быть, возьмем ее для разнообразия. Так, это пока самки, они не очень интересные. Вот, самец семерочка. Ну, в принципе, давайте, ладно, давайте сделаем чучело. Жаба душит меня семь с лишним тысяч отдавать, на самом деле. Ну, ладно, ничего страшного. Нафармим. Так, забираем последнюю самку. Хорошо. Бонусы, конечно же, падают, потому что, друзья, качественный выстрел в такой ситуации делать очень сложно, особенно по бегущим целям. Пока никого не видно. На том берегу, кстати, выли волки. И даже крик оттуда доносился. Но вот что-то я пока никого не наблюдаю. Хорошо, давайте отправимся дальше. Ну, что ж, друзья, вот оно, вот оно, скорее всего, нападение волков. Давайте посмотрим. Да, друзья, определенно, я слышу рычание. Определенно будет нападение. Поэтому давайте без промедления начинаем, начинаем отстреливать. Так, вот это было легкое ранение. Промах. Обязательно нужно перезарядиться и смотреть, кто где находится. Внимание. Так, еще один. Так, один раз укусило, опасно. Нет, все. Все. Да, слушайте, определенные ощущения. Чуточку другие. Чуточку другие, чем обычно. Вот сравнить ту охоту на предыдущую стаю и вот эту охоту, друзья. Конечно же, когда они нападают, гораздо все интереснее становится. Так, ну что, мы с вами делали уже чучело. В принципе, не будем. Просто так тратить деньги нам они пригодятся. Внимание. Так, определенно мы с вами добыли ее. Она еще какое-то время постоит и упадет. Продолжаем собирать. Смотрим, кого удалось здесь добыть. Потому что я практически не определял их. Самец. Вы знаете, проблема в том, что нет интересных окрасов. Я бы взял альбиноса, я бы взял, может быть, какого-то бежевого, например. Но интересных окрасов, к сожалению, нет. Поэтому просто берем их хотя бы ради денежек. Ну и то, друзья, у нас с вами и в этой серии есть, в принципе, довольно-таки интересные трофейчики. Для нашего трофейного дома. Сейчас немножечко еще осмотримся, потому что здесь в нескольких сторонах я слышал волчьевой. Есть шанс, что где-нибудь, может быть, еще одна стая волков притаилась. И вы знаете, вот который раз я иду именно на волчьевой, не на звук, который на экране появляется, а именно на волчьевой. И уже который раз, друзья, я именно в этой стороне, где волчьевой, я нахожу волков. Неужели я стал правильно понимать, куда мне идти, когда я слышу волчьевой? Потому что до этого были двойственные ощущения. Непонятно. Вроде бы он для антуража, или он все-таки от реальных волков этот вой исходит. Было не очень понятно. Ну, сейчас, по крайней мере, два из двух, так скажем. Два раза у меня совпало волчьевой и наличие волков именно в том месте. Последний раз сейчас вот я осмотрюсь с этого холма. Вот сюда вниз. Если мы там никого с вами не увидим, то, друзья, да, мы с вами отправляемся в Африку на поиски львицы. Друзья, а удача сегодня на нашей стороне. Впереди я определил крик львицы. Где-то здесь, друзья, нам нужно всего-навсего присмотреться, чтобы ее увидеть. Один выстрел. Я согласен, пускай упадут все бонусы. Мне ничего не нужно. Мне просто нужна львица. И где-то здесь еще есть самец льва. Но он где-то в той стороне и определял его голос. Так, внимательно давайте сейчас смотреть. Как говорится, во все глаза. Потому что где-то здесь вот прямо... Орикса нет. Я думал, может быть, от львицы убегают. Нет, просто бегут. Но, друзья, я думаю, что она где-то рядом. Нервничает, смотрите. Не исключено, что именно от львицы он нервничает. Потому что наш охотник довольно далеко. Так, а вот этот уже убегает. Да, определенно они бегут от львицы, друзья. Вот она. Вот она, красавица. Оно остановится, может быть. Но остановись же ты. Так, определенно попадание есть. Только я не уверен, насколько оно хорошее и качественное. Но, друзья, нам главное хотя бы хоть как-то зацепить ее. Хоть как-нибудь. И второе попадание есть. Отлично. Отлично. Ну что ж, пойдем по кровавому следу. Львы очень выносливые животные. Я думаю, львицы не менее выносливые. Поэтому давайте сейчас сходим по кровавому следу. Я думаю, что трофей наш. Пятна пока еще нет. Но два попадания из рейнджмастера 3038, друзья, я думаю, что дадут заслуженный результат. Еще не найдя первого пятна попадания, друзья, я уже знал, что это львица упала. Если вдруг кто-то не знает, как проверить, упало животное или нет, вы включаете карту и смотрите. На том месте, где вы примерно обнаружили животное и где вы в него первый раз стреляли, должно появиться вот такое пятно, которое сейчас было на моей карте. Это пятно может не появляться какое-то время, потом через какое-то время появится, а может не появиться никогда, друзья. Это будет означать то, что животное не упало. Но также, друзья, может появиться и через какое-то время. Может даже через довольно большой промежуток времени появиться, потому что животное так или иначе... Так, животное так или иначе будет где-то бежать. Возможно, если кровопотеря медленная, но при этом какое-то хорошее ранение, то животное, конечно же, упадет. Смотрим, первый и второй. Ну, второй выстрел, да, второй выстрел был классный. Если бы не второй выстрел, друзья, мы бы этот трофей с вами бы не взяли. Что ж, мне не важны бонусы, мне важна только львица, друзья. Круто. Сделать чучело, конечно же, конечно же, сделать чучело. Что ж, друзья, немножко поохотились с вами, добыли несколько трофейчиков. Было в итоге-то трофеев на самом деле много, но трофеев именно для дома, для нашего, не так уж и много, но ничего страшного. Мы попробуем сейчас что-нибудь в нем интересное соорудить, сообразить. Терпится, друзья, поставить наши первые трофеи. Давайте сейчас сразу идем до конца, до упора. Там большой зал с постаментами. Посмотрим, насколько нам хватит денег, чтобы создать именно сцены животных. Потому что одиночные трофеи мы с вами уже ставили. Прекрасно знаем, как это выглядит. Значит, но гвоздь все-таки программы, так скажем, и изюминка именно этого трофейного дома в том, что в нем можно создавать целые большие интересные сцены с животными. И, конечно же, друзья, я не смогу не создать эту самую крутую сцену, но давайте сперва посмотрим, на что у нас хватит денег. Примерно. Значит, самая крутая сцена... Ну, опять же, на мой взгляд, друзья, для кого-то, может быть, и не она будет самая интересная. Но все-таки не зря она здесь самая дорогая, потому что смотрится она фантастически круто. Вот, по крайней мере, на вот этой маленькой фотографии. 13 500 стоит примерно, да? Ну, не примерно, точно. Почему примерно? Так, смотрим дальше. Какие здесь еще есть интересные варианты? Ну, вот эти вот, да? Три белохвостых оленя. Посмотрите, как годно выглядят. Рога в итоге сливаются в такую композицию интересную. Давайте сделаем. 4 200. Так, мы можем выбрать трофей. Ну, выбирать нам особо нечего. У нас всего-то их три. Так, первая сборка. Давайте посмотрим, как это все-таки выглядит. Вот, стадо белохвостых оленей. Разместить трофей. Подожди, а где? А где? Почему так? Хорошо, давайте сейчас попробуем покликать позы. Видите, получается, что они разместились не совсем так, как мне нужно. А как-то можно вращать? Режим просмотра. Заменить трофей. Предыдущая поза. Да, к сожалению, нельзя толком как-то развернуть вот этот постамент. Он получается... Да, а вот сюда можно. Давайте мы сейчас с вами соберем вот этот трофей. Точнее, эту композицию. И переставим ее вот сюда. Вот здесь уже можно будет... Вот, разместить. Вот, вот, вот. Здесь уже, смотрите, можно прям рассмотреть со всех практически сторон, как это выглядит. Давайте пощелкаем позы, посмотрим, какие есть. Классно, друзья. Очень круто. Вот эта задумка вообще, пожалуй, действительно классная. Я до этого как-то, ну так, трофейный дом воспринимал как единственный просто такой момент удержания в игре. То есть вот надоело, все, пошел, пострелял трофеечки, например, да? Но сейчас, друзья, можно создавать целые такие вот крутейшие сцены. Это очень классно. Мне прям нравится эта задумка. Смотрите, как выглядит, да? Круто. Давайте оставим вот эту позу. Интересно смотрится. Подсветка мешает нам, но мы сейчас с вами расставим. Здесь несколько таких вариантов сделаем. И потом выключим, перейдем в режим просмотра и насладимся этими картинами, прям без всяких подсветок. И вот этих звуков дурацких. Так, стоп, не то, не то. Давайте мы сперва вот сюда зайдем. Так, значит, что у нас еще здесь доступно? Смотрим на зеленые галочки. Пума и колумбийский олень. Четыре тысячи. Вы знаете, я все-таки хочу, я очень не хочу вот этого. Дерзкий, нет, не дерзкий бизон. Вот Давид против Голиафа, друзья. Вот это прям супер крутая штука. Так, канадскую казарку. Ну, конечно же, конечно, самую крутую, вот эту. Так, и зубарь. А зубарь у нас один, к сожалению, да? Ну, ничего, один тоже, как говорится, в поле воин. Отлично. Сборочка у нас создана. А, смотрите-ка, хитрость. Сюда она не ставится. То есть сборки у нас показываются в самом верху. Скорее всего, она встанет вот сюда, да, я думаю? Да, Давид против Голиафа. Очень круто. Давайте сразу уходить из этого режима, чтобы просто походить вокруг и посмотреть, как это выглядит. Интересно, интересно. Сейчас мы с вами покликаем на позы, посмотрим, какие здесь есть интересные позы. Кстати, смотрите, я вам сейчас продемонстрирую режим исследования. Что он нам дает? Он нам дает вот такую информацию. То есть, когда-то, кстати, игроки говорили о том, что неплохо бы добавить информацию о трофее. Потому что, ну, как-то трофеи есть, а что за трофей? Бриллиантом, не бриллиант, золото и так далее. Ну, хотя бы хоть какую-то информацию. Теперь она есть в режиме исследования, друзья. У нас с вами появилась эта информация. Так, ну что, посмотрим позы. Можно прям гифку делать. Танцы с гусем называется. Хорошо, едем дальше. Смотрите, какой борзый гусь, а. Прям щипанет сейчас за лоб его. Круто, круто. Так, ну здесь уже все. Здесь уже гусь довыпендривался, короче. Конкретно. Нет, смотрите, погнал, да. Тут прям кино снять можно, друзья. Вы понимаете, как круто? На самом деле. Да, позы немного. Давайте вот такую оставим. Довольно-таки мощно. Классно смотрится. Так, хорошо. Продолжим, продолжим, друзья. Продолжим. Главное, за денежками следить. А то не хватит на самую классную штуку. Столкновение. Четыре тысячи. Хорошо. Злые гуси. Ну, гуси как гуси. Я бы не сказал, что злые. Зайчий отряд. Не хватает нам парочки зайчиков белохвостых. Ничего. Так, смотрите. Медведи гризли. Вот это классно, да? Медвежье объятие. Круто. Сколько? 5800. Плевать. Плевать на деньги. Плачу любые деньги. Смотрите. Конечно же, мы с вами возьмем вот этого. Потому что это было, друзья, пятерка. Но, к сожалению, не получился бриллиантом. И вот это тоже была пятерка. Тоже не получилось. Я помню эти трофеи. Тип меха у них везде обычный. Поэтому просто берем вот так вот. Окей. Хорошо. И давайте посмотрим, куда она... Нет, сюда не встанет. Так, ну встанет вот сюда, скорее всего, я думаю. Давайте сюда и поставим. Да, медвежье объятие. Интересно. Разместить. Слушайте, какие прям, да? Зубищи у них там. Вот это да. Вы знаете, здесь можно еще сделать вот так вот. И приближать и рассматривать. Да, слушайте, посмотрите, как зубы прорисованы. Классно. Но мы сейчас позы покликаем. Потому что у медведей это прям должен быть вообще самый класс. Вот эти позы. Так, как-то непонятно. Как по мне все одинаковое. Вот это классное, да? Согласитесь, такая прям высокая, мощная. Ну это какая-то игривая. Интересно. Так, ну знаете, наверное, да, наверное, я все-таки вот эту позу возьму. Ох, круто выглядит. А ну уйдем из режима. Убери ты телефон. Сидите в своих телефонах постоянно. Классно. Друзья, супер. Вот это вообще годная задумка. Очень годная. Разработчики молодцы. Знают, знают, как придумать годноту. Хотя бы иногда. Хорошо. Едем дальше. Смотрим на деньги. Смотрим, что у нас здесь есть еще интересного. Смотрите. А, кстати, их можно делать здесь бесконечно. То есть, можно другие позы, например, тех же медведей сделать на другом постаменте, но уже в других позах, например. Серый волк. Серьезно? Самка нужна? Жесть! Смотрите, какую классную можно было бы в итоге создать, да? Не знаю, как сказать. Диораму, скорее всего, да? Правильно. Но, к сожалению, я что-то не додумался сделать чучело. Да, сделать чучело. Волчицы, к сожалению. Что-то я прям не догнал. Вот это крутая штука, друзья. Вот это надо делать обязательно. Так, койот. Обычно-обычно. Ну, давай вот этого. Возьмем. Кряковая. Ну, выбирать особо не приходится, да? Слушайте, у меня даже самка сделана, чучело. Обалдеть. Как повезло, на самом деле. Хорошо. Вот здесь, интересно, встанет это? Нет, не встанет. Но, значит, встанет где? Где-то здесь, скорее всего, да? Давайте вот сюда поставим. Да, резкий взлет называется. Классно. Очень интересно сделано. А здесь, смотрите, прям за хвостик практически, да? Еще чуть-чуть и за хвостик укусит. Запрыгнуть-то нельзя только туда прям походить там. Близко рассмотреть. Хорошо, давайте еще посмотрим, какие здесь есть позы. Классно. Да, смотрите-ка, позы-то. Позы-то есть вот какие. Поймала все-таки она одна. Одну кряк вот-то. Почему-то она с лесой ассоциируется у меня. Почему-то так, ладно. Нет, где-то, где-то была прям совсем интересная. Мне понравилась она больше. Вот это, вот это мне нравится. Или нет? Вот, вот это мне нравится, все. Все, остановимся на этом варианте. Так, хорошо, хорошо. Давайте еще что-нибудь посмотрим. Так, инстинкт. Столкновение. Ну вот это, да, тоже классно выглядит. Давайте брать. Темная пума у нас будет. Темность, что-то там. Ну, в любом случае, расцветка интересная. Лучше, чем обычная, скорее всего, надеюсь. А колумбийский у нас обычный олень. Точнее, обычная расцветка. Так, столкновение как раз вот сюда у нас подходит. А ну-ка разместим. Да, прям в мире животных, друзья. Настоящая в мире животных передача у нас тут с вами получается. Вы знаете, вот эта поза все-таки прям классная. Она жестокая, конечно. Ну как жестокая. Хищник и жертва. Тут ничего не поделаешь. Миллионы лет эволюции по такому принципу прошли. Ничего с этим не сделаешь. Оставим вот такую позу. Так, друзья, классно, классно. Давайте посмотрим, кто-нибудь из маленьких. Кто у нас есть из маленьких? Какие варианты? Вот эти вот три карибу, да? Точнее, это северные олени. Шесть тысяч, да? Берем. Берем всех. Так, вот этого и... Ну, надеюсь, у всех у них хорошие рога. Потому что так сложно понять, какие я трофеи выбираю именно. Вот сюда встанете? Нет, к сожалению, не встанут. Но встанут, скорее всего, вот сюда, мне кажется. Давайте попробуем. Да, сани продаются отдельно. Разместить. Классно, но, к сожалению, вот из-за того, что они так тут стоят, эти постаменты, невозможно рассмотреть вот того третьего по-нормальному. Ну, вот так вот, наверное, да? Вот прям хорошо всех видно. Вот так вот оставим такую позу. Так, друзья, ну что ж, мы с вами подошли к самому вкусному. Мне кажется, это вот этот постамент, друзья, однозначно. И самая классная, на мой взгляд, сцена, которая здесь есть. Давайте ее сделаем. Так. Ну, искать ее довольно легко. Вот она. 13 500. Слушайте, все деньги. Все деньги уйдут. Какие у нас варианты? Бурый, черный. Ну, черный, скорее всего. Мне кажется, черный прям будет в тему. Есть серый еще. Нет, черный. Давайте берем черного буйвола. Львы. А львов должно быть 2 самки, 1 самец. Хорошо. Так, это самец. Да, и 2 самочки у нас. Отлично. 13 500. Но, друзья, мне кажется, оно того стоит. Однозначно оно того стоит. Добычек. Разместить. Ну что ж, посмотрим. Кстати, вот эту штуку можно вращать. Повернуть влево-вправо. Вот, 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 вот. Конечно же, мы повернем. Чтобы рассмотреть во всей красе. Вот эту красотищу. Друзья, я бы на самом деле оставил даже так. Но мы посмотрим все позы. Как же годно это выглядит. Прям. Я не знаю, я как ребенок радуюсь. Серьезно. Жалко, что вот эта подсветка. Зачем этот контур нужен на самом деле? Для какой цели? Вот я не хочу этот контур. Зачем он? И вроде бы нигде нет кнопки его выключить. Я вот хочу без него пощелкать. Посмотреть. Ммм, смотрите, а буйвол-то неплох. Огрызнулся, да? Львенку-то досталось слегка. Да, конечно, слышите, очень круто. Вот это, конечно, прям супер-классная поза. Но мне почему-то очень нравится первая. Я прям как на картинке увидел только вот эту именно охоту. Мне она больше всего запала почему-то. Оставим ее. Так, ну что ж. Что у нас с деньгами? С деньгами все плохо. Лисий обед у нас есть еще. Вариант. И злые гуси. Все. Ну, я бы сейчас на самом деле не тратил бы эти 4 тысячи, потому что они мне пригодятся, друзья. Нужно будет спать. Проматывать время периодически. Я думаю, что оставим мы. И мне кажется, что, скорее всего, мы с вами еще, наверное, посоздаем здесь позы, потому что сейчас перед нами открывается довольно интересный простор в плане охоты. То есть можно включать композиции из чучела от матмат и выбирать здесь понравившуюся тебе композицию. Например, альфа-волк. И смотрим, нам не хватает, допустим, лично мне не хватает серого волка-волчицы. Самки. Вот. Мы с вами раз идем, добываем, устанавливаем. То есть довольно интересно. В принципе, да? Как расширение нашего с вами контента, чтобы мне не придумывать для вас что-то еще. Что ж, друзья, я считаю, что поохотились мы с вами классно. Оформили тоже очень круто. Посмотрите, какие шикарные позы, шикарные трофеи. Я уже не стал здесь заморачиваться с оружием, чтобы слишком сильно не затягивать этот выпуск. Но в итоге очень годно. Вот это, пожалуй, крутой контент на самом деле. И если бы трофейный дом был таким сразу, интерес к этой игре, я думаю, что был бы выше. Но первый трофейный дом, как я уже говорил, он стильный, классный, интересный. Но, друзья, он почему-то не цепляет. А вот этот трофейный дом лично меня зацепил прям очень сильно. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, в комментарии обязательно пишите ваше мнение по поводу этой игры, этой серии и канала в целом. Все пожелания, предложения, друзья, пишите в комментарии. Увидимся в следующей серии. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok